коллеги всем привет на связи халеба евгений а значит пришло время поговорить о финансовых рынках это мой ежемесячник с анализом рынка нефти скажу сразу что этот выпуск я построил немножко по-другому и хочу узнать ваше мнение как вы считаете удобней сразу выводить блок с их анализом вперед да то есть для того чтобы для тех кто не хочет смотреть все видео целиком была возможность просто посмотреть основной в итог до того что я основной итог моего анализа на самом деле сделал прогнозную модель по рынку нефти на мой взгляд она достаточно интересная конечно пока то только второй месяц я за ней наблюдаю но она уже отыграла себя и дальше будет интересно то есть если действительно на себя будут отыгрывать то в общем то весь анализ будет упираться только в прогнозную модель и и тех анализ и все в прогнозную модель входят те базовые метрики которые наиболее до влияющие влияют на ценообразование на рынке нефти то есть наиболее мощные детерминанты имеющие самую высокую корреляцию и не имеющие внутри корреляционной то есть которая не имеет забыл это слово ну и да и ладно вот поэтому ваше мнение у так удобно или нет и собственно еще пару слов о выпуске мы видим что инфляция то что цены на нефть продолжают расти на мой взгляд как я раньше и говорил что высокие цены на нефть не приведут приводят к ухудшению в мировой экономике то есть они мешают мировой мировому экономическому росту это мы сейчас увидим экстремальные цены те которые на сегодняшний день они уже экстремальные за последние 40 лет даже этот уровень цен который был чуть чуть меньше чем в два раза выше в 2007 году даже тот уровень цен оказывал меньшее влияние инфляционные да на на инфляционные процессы мировые вот это мы сейчас все увидим это основная предпосылка что я считаю что высокие цены на нефть и краткосрочная то есть да конечно же у нас есть еще куда расти это мы увидим по тех анализу и но это уже больше цели спекулятивная то есть мы все прекрасно понимаем что тот же голдман сити трафигура тот же андюран да то есть это те монстры на финансовом рынке нефти которые играют свои спекулятивные идеи и в общем то даже если взять инвестиционные банки то инвестиционные банки выступают посредником ну то есть исполнителем хеджа например того же мексиканского хеджа мексиканский хэш на рынке где делает голдман и поэтому забирая цены наверх он выполняет две функции да то есть две две цели собственных целей это за задрать цены повыше для того чтобы были повыгоднее цены для хеджа что позволяет ему и дальше оставаться единоличным скажем так исполнителем этого хеджа получая конечно огромная комиссионная потому что мексиканский хэш там это миллиардные сделки условно вот и второе конечно они отыгрывают свои спекулятивная цель зарабатывая просто на разнице курсов вот то есть мы сейчас это все увидим с точки зрения экономики цены уже слишком высоко с точки зрения спекулятивных идей спекулятивных циклов еще есть куда расти и собственно с этого мы начнем с этого мы начнем первым делом сразу покажу вам первым делом сразу покажу вам дам мою модель это моя прогнозная модель я ее наконец-то довел до ума на мой взгляд она достаточно хорошая улучшать все дальше я не собираюсь 6 компонентов в нее входит при этом мультикалиниарности нету то есть взаимосвязи внутри между показателями отсутствуют то есть модель в принципе научно и в общем то достаточно неплохая вот что мы видим и мы видим на сегодня но как я и говорил да в актив все в сентябре месяца у нас было отклонение вниз от модели и тогда я не говорил что рынок будет расти дальше в общем то мы видим этот рост но мы видим этот рост который уже над моделью и очень очень высоко обратите внимание что ошибка до отклонения цены от модели уже составляет но мы на уровнях даже выше восемнадцатого года мы на уровне 2015 тогда когда была коррекция очень высокая да и модель указывала на дальнейшее снижение так вот мы на этих уже уровнях то есть на максимумах за 6 лет то есть перекупленность очень сильная и но мы при этом видим да что всегда развороты рынка происходят через эту перекупенность или перепроданность да то есть как было к примеру резкий вынос на отрицательных ценах понятное дело это это исторический минимум сейчас и он и он так таковым останется еще на долгие годы сто процентов вот и обратите внимание цикл восемнадцатого года тогда в состоянии перекупленности я не беру первые два месяца они очень маленькие как и первый здесь в состоянии перекупленности рынок находился 4 месяца собственно на сегодняшний это только первый месяц но на мой взгляд нужно минимум два месяца да вот как был разворот к примеру после распродажи в начале девятнадцатого и в конце восемнадцатого два месяца была перепроданность перед разворотом то есть как как минимум два месяца рынок должен простоять над прогнозной моделью и это вот именно дополняет прогноз да то есть мы видим что условия для роста рынка нефти прогнозные условия остаются плоские также сама как и 18 а вот цена воплотилит потому что конечно цена это цена на финансовом рынке это прежде всего денежные потоки интерес к рынку там ну и так далее так далее то есть то что не связано или то что присуще только финансовому рынку вот поэтому на мой взгляд это базовая картинка и я буду за не следить то есть на мой взгляд мы уже перекуплены да уже это мешает мировому экономическому росту что мы сейчас дальше увидим еще и при этом но это не говорит о том что разворот будет прям с текущих да может быть какая-то коррекция потом опять рост и но и так далее но мы сейчас еще увидим по тех анализу что вероятнее всего это последняя волна роста и мы не увидим такой динамики как это было в 2018 году а вероятнее всего это будет снижение котировок ну и тех анализ да то есть сразу мы из модели переходим к тех анализу потому что в принципе модель объясняет что условия для роста рынка остаются нейтральными то есть нету тренда тренд уже остановился с точки зрения фундамента тренд остановился потому что те шесть показателей которые входят в модель они относятся все к фундаментальному рынку кроме настроений то есть на настроение я брал через соты вот и обратите внимание что если брать технический анализ и брать вот большущий цикл роста супер цикл роста нефти на который играется на рынке и до сих пор о нем шумят он начал свое свой исход да вот в мае месяце прошлого года или в конце апреля да и этот рост продолжается в рамках восходящего канала теоретически да и в общем то наверное этого многие хотели бы из тех кто это все затеял да взять 95 100 и эти цифры уже имеются дату сити говорит о 100 долларов трафигура говорит о 100 долларов глаз из блумберга блумберг на мой взгляд это наверное главный рупор по главный глашатай целей голлмана потому что очень бьется у них их не отчеты да вот анализ то есть но и так далее то есть на мой взгляд блумберг разносит ту информацию которую требуется для голлмана вот и уже многие говорят о 100 долларах в общем-то по опыту если исходить то не факт что это будет причем как и не не дойдем так и можем превысить то здесь прогноз не построишь вот научить стоит ну и мы впритык подошли к уровням 18 года обратите внимание вот с точки зрения да вот недельного графика на это бренд это юкойл это севди на спот для того что удобно потому что он не клееный и вот в принципе можно запросто ожидать движение даже 95 ну пока что для этого повода мало да но тем не менее это может появиться да у нас есть энергетический кризис который еще себя не исчерпал у нас есть истории с ливии нигерии которая может вот-вот а где-нибудь бухнуть да потому что это очень удобный политический инструмент я имею ввиду инструмент для управления котировками люди люди там бедные взятки они берут поэтому посчитать математику сколько надо влить в рынок и дали взятку это очень просто собственно поэтому этим пользуются это уже не секрет потому что был анонимный там ну какой-то анонимное интервью с одним из лидеров ну не управляю не владельца фонда да именно управляющими он говорил что да я взятки в этих странах чтобы управлять ценами вот поэтому все это нормально сейчас для рынка и поэтому 95 может светить хотя возможно в данном в данной в данном информационном поле это выглядит странно ну и дневки да дневки поселия взял для того чтобы эту эту не затронуть в принципе локальный рост который мы сейчас имеем он вполне себе впервые вписывается до восемьдесят шесть восемьдесят семь по 7 то есть это приблизительно еще там три четыре доллара то есть это около пяти процентов до если взять и цены уже высокие поэтому это около пяти процентов вот далее тоже есть уровень и уровень за 90 то есть 990 92 вот примерно эта зона что соответствует ориентировочно уровню 95 94 по бренду то есть в принципе где-то бьется пока что опять таки пока что не верится да но это может произойти и в общем-то повод для этого как мы уже знаем найдется вот вот такой мой прогноз пока что и исходя из прогнозной модели минимум два месяца мы должны просто я здесь и поэтому в общем-то ноябрь тоже думаю будет за быками как минимум цены как минимум медвежий рынок еще не наступит вполне возможно что эта история перейдет через новый год то есть там если вдруг мы окажемся окажемся 4 месяца если вдруг мы задержимся над прогнозной моделью четыре месяца больше четырех месяцев и четыре месяца то рынок перейдет вот в таком положении в бычьем положении перейдет через новый год и тогда повторится цикл семнадцатого года и восемнадцатом только на начались первые попытки слива повторюсь что на мой взгляд на сегодняшний день цен текущие цены на нефть уже мешают экономическому росту это сто процентов поэтому снижение может быть в любое время я к примеру не играют от рост потому что на мой взгляд цены экстремально высокими вы высокие и в любой момент может что-то произойти как для продолжения роста цен так и для его снижения вот ну и теперь кому интересна кухня да кому интересны метрики рынка то есть это уже больше на наверное об об обучении да о том что я делаю как я анализирую так далее нежели о прогнозе то есть в принципе на этом прогнозная часть заканчивается и мы переходим к аналитической части поэтому просьба прокомментировать как удобнее так делать или же все-таки выводить выводы и тех анализ в конец видео то есть подводить через анализ к технике да и окончательному блоку с итогами который был ранее ну двигаемся дальше до переходим к следующей картинке кстати это вот картинка опять-таки тоже относится к тех анализу эта картинка которая отклонение среднего значения синяя линия красная это годовая средняя поэтому среднему средняя на среднего так вот и мы видим что восемнадцатом году мы видели такую тройдует двойную дивергенцию да вот ну можно даже сказать тройную при этом цена не дохали не превышала второе стандартное отклонение в то время как на сегодняшний день вот это на начало текущего года у нас было выше второго отклонения то есть тренд который мы имеем на сегодняшний день сильнее трендов 18 года хотя цены еще не вышли да вот на те уровни если брать по бренду по селью фьюч вышел и уже превысил вот тройная где дивергенция да в общем то такая же как и 18 раз два три цена затихала и сейчас раз два это третья цена затихает то есть почему поэтому я считаю что это финальный рост и мы не увидим 4 месяца над моделью так как это было восемнадцатом то есть по сути восемнадцатом это происходило уже вот начиная с лета да вот то есть вот примерно с уровней там летних уровней да вот уровне там 80 долларов за варрель это бренд кстати вот вот мы начали уже наблюдать вот эту дивергенцию сейчас мы ее уже наблюдаем и в общем-то ценовую где дивергенцию мы уже на мой взгляд дорисовываем и остался там один месяц условно для того чтобы дорисовать дивергенцию по модели далее мы смотрим да что как каковы каковы риски да могут быть и для завершения темпов завершения цикла да то есть по по сути весь анализ были строятся на том есть ли угрозы да если угрозы для рынка для бычьего тренда то бишь и опек опек выпустил свой ежемесячник в сентябре сократили на 486 тысяч баррелей в сутки то есть нарастили извините нарастили добычу в рамках 400 до плюс восемьдесят шесть это но какие-то долги тем не менее в сентябре об выполнил сделку на 115 процентов то есть перевыполнение продолжается даже несмотря на то что рост добычи выше чем 400 тысяч которые планируемые по новому соглашению но у нас где у нас были не не наборы в летние месяцы поэтому собственно и даже превышение при превышении год все равно создает перевыполнение но отображается так вот на на третий квартал прогнозируется 268 дефицит миллиона баррелей но дело в том что это все оценочное суждение поэтому в первом квартале у нас была такая ситуация что тоже был около двух миллионов дефицита а на сегодняшний день уже оценочная примерный баланс поэтому да это все оценки и в общем то на и на них обращать внимание наверное не стоит то есть но тем не менее народ на это смотрит особенно народ институциональный то есть если мы берем нпз и так далее так далее то они на это все смотрят поэтому в общем то проанализировать это нужно и собственно мы видим что дефицит прогнозируется дальше при этом король саудовская то есть не король а министр энергетики саудовской аравии на прошлой неделе заявил что он предупредил о том что следующий год может быть профицитен и избыток нефти будет высоким при этом он заявил что саудовская аравия не собирается отказываться от тех планов которые ность по увеличению на 400 баррелей в сутки каждый месяц вот такой же прогноз от министерства энергетики сша мы видим что прогнозируется до конца года дефицитный рынок 3 4 квартал может в четвертом прогнозируется тоже дефицит с первого квартала и на весь следующий год первый квартал нулевой то есть примерно но в балансе и потом небольшой профицит в общем-то профицит прага прогнозировался раньше больше чем сейчас но вот имеем то что имеем и мама я наглядно в это сделать две картинки предыдущий прогноз мы и текущий прогноз на это то как делается да это то как делается информационный фон это то как создается вот нужный фон для манипулирования ценами мы видим что предыдущий прогноз когда цены на нефть были низкими у нас был огромный профицит я тогда и говорил в прошлом выпуске что откуда мы взял такой резкий профицит если августовский отчет у них был с дефицитом на следующий год потом сентябрьские резко профицитные по по 3 миллиона в сутки на весь год да и текущий опять дефицит причем дефицит даже больше чем прогнозировалась в августе вот так делаются новости вот так делается информационный фонд это я для того чтобы вы понимали что такое финансовый рынок нефти это в первую очередь создание нужного информационного фона и деньги в первую очередь деньги то есть эти вот два две составляющие и работают на цикл то есть через блумберг через глашатая да вот озвучиваются цели возможно подкупы ливии нигерии да то есть боевиков блокировка экспортных терминалов нефтедобывающих скважин и так далее ну и деньги для того чтобы разогнать цикл чтобы сделать создать благоприятную техническую картинку то есть показать тренд вот вот и весь рынок нефти даже министерство энергетики может может участвовать в этих всех сговорах что очень-очень отвратительно на самом деле на самом деле что еще хочется сказать по этим вот этим трем отчетам все трое энергетические компании агентство до энергетическое агентство увеличили дефицит и на текущий год из-за энергетического кризиса но и собственно на следующий год тоже то есть на первый квартал следующего года года тоже увеличились дефициты ума потому что заденет зиму энергетический кризис и собственно ожидается высокий спрос на мазут на топочный мазут вот поэтому собственно наверно опять таки все это оценочное суждение это все прогнозы на самом деле про прогнозирование вот институционально институциональных вот агентств это все больше о статистике да чем о действительности поэтому я считаю что в целом обращать внимание на них стоит но только лишь для того чтобы понять общее настроение на рынке и попытаться почувствовать да а если на настроение обратное вот двигаемся дальше вот почему я считаю что цены на нефть край экстремально высокими и высокие и создают инфляционный шок на сегодняшний день даже при текущих ценах мы видим что вот спрайт между усеченными себя и поясе и письме на это широкая инфляция усеченная минус инфляция спроса то есть потребительская усеченная потому что они более более 1 более адекватно более релевантно оценивают инфляционные процессы в в экономике под поскольку они что что-то учитывая что-то нет нет не буду я объяснять что они учитывают что нет это вы все можете прочесть в википедии либо же в ю тубе то есть вернее в в гугле написать усеченная инфляция да то есть показатели усеченной инфляции вот синяя линия то данный спред красная той той точки это ее продолжение да то есть я объясню для для чего это сделать а серая линия эта цена на нефть мы прекрасно видим что когда инфляция повышается над инфляция спроса это всегда при это всегда соответствует пиком рынка нефти то сильно цены на энергетику приводят к тому что широкая инфляция растет надо инфляция спроса то есть спроса в к в мировой но это американская экономика спрашивает в американской экономике сейчас потребительский спрос остается низким а цены продолжают сильнейший рост это связано не только с проблемами на рынке труда и логистики но и также и с высокими ценами на сырье поэтому и текущая по и текущая ситуация с ценами очень и очень ужасающие обратите внимание что мы на максимумах 40 лет то есть даже в 2007 году цены были гораздо более спокойнее чем чем сейчас то есть но на самом деле цены текущий уровень цен вот совет согласно этой этому спреду на уровне середины семидесятых тогда когда был инфляционный шок на эмбарго саудовской аравии то есть на эмбарго опек на поставки не нефти в сша вот поэтому цены на энергоносители крайне высокие в том числе и на топливо что конечно же приобретает политический окрас и я считаю что вот эта картинка она четко иллюстрирует момент что будет если цены на них дальше будут продолжать расти и вот именно красные точки это экстраполяция да то есть если цены на нефть не развернуться то данная до данный спред будет и дальше нарастать и в общем то это справедливая справедливая предпосылка даже несмотря на то что я взял просто экстраполяцию да то есть не заморачиваясь на какие-то более сложные процессы моделирования вот при этом обратите внимание что мы видели интересный момент в 2012 году вот этот спред снизился а нефть осталась высоко обратите внимание нефть осталась на высоких уровнях но это конечно же меня мешало мировому экономическому росту плюс поддерживала цены на бензин поэтому обама ее опустил как сняв санкции с ирана вот и эта история на мой взгляд остается актуально и на сегодняшний день то есть если вдруг нужно будет сделать что-то то решение по ирану придет быстро поэтому вот из-за чего я не хочу покупать сейчас нефть даже если я прогнозирую что она может вырасти до 95 долларов с текущих это больше более 10 процентов то есть около 12 процентов поэтому я считаю что вопрос этот политический экране и нужно именно придавить цены поэтому вверх стоять уже опасно ну конечно если работать со стопами с грамотным риск-менеджментом то в принципе вообще нет никаких проблем работать в любую сторону вот эту картинку я постил у себя в телеграме в четверг поэтому кому интересно подробнее можете прочесть все приглашаю свой канал telegram там актуально оперативная информация еще один момент по инфляции ожидаемая инфляция пятилетняя до перестала расти остается в боковике на сегодняшний день она чуть 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 повысилась к уровню к максимуму года и максимуму за последние по моему семь или восемь лет вот при этом у нас цены на них продолжают расти то есть ожидаемая то есть уже ожидают что инфляция будет снижаться в виду сворачивания кида конечно это цикл рефляционный по по отношению политики фрс мы знаем что однозначно к ее будет свернуто потому что если его создать за заднюю не свернуть то это будет бомба почему потому что цены на сырье и на активы снова взорвутся и тогда нужно будет срочно применять экстренные меры для того чтобы остановить стакляционные процессы то есть сразу перейти в люди вчера была бежевая книга от фрс за две недели до заседания она выходит с экономическим ревью да то есть по текущей ситуации в америке так вот все члены все штаты объявили о том что есть проблемы на рынке труда то есть но они все объявили о том что инфляционное давление усиливается то есть я что моя прогнозная модель кстати по инфляции говорит о том что октябрь и ноябрь будет с повышенной инфляции то есть поэтому я считаю что на бежевая книга указывает на то что у фрс просто нет уже больше возможности оттягивать дальше и ее начнет будет свернуто уже в ноябре месяце максимум перенесут на декабрь максимум поэтому вот эта картинка она и говорит о том что инфляционные ожидания скорее всего будут снижаться и это тоже против роста рынка нефти поэтому уже вот две да вот предыдущая картинка указывает на политически значимое давление на них да то есть с точки зрения политики нужно ее спускать а у политиков есть инструменты до для этого и с точки зрения инфляционных ожиданий перспектив денежно-кредитной политики тоже есть момент давления ну перейдем к физическому рынку в китае импорт китай остается низкий 10 миллионов баррелей в сутки да это есть в сентябре он снизился относительно августа ну и понятно что относительно прошлого года он крайне низко на 3 миллиона баррелей ну в том году рост был почему потому то есть рост импорта был по почему потому что низкие цены и накапливали запасы и мы видим что китай выбрасывает сейчас стратегические запасы нефти и промметаллов для того чтобы оказать давление на цены но это такая вот история которая популист когда то есть это все об этом говорят но на мой взгляд импорт выбрасываются цены из резервов для того чтобы понятное дело немножко по заработать когда она была купленная по 30 40 долларов второе это для того чтобы увеличить профицит внешнего баланса это нужно для поддержания экономики в маме в в период до леверджа который мы наблюдаем в китае то есть вот эти базовые причины то есть именно причина о том чтобы сбалансировать внутреннюю экономику через внешнюю увеличить профицит баланса внешнего это вот первоочередное конечно же никто не может и единой единолично обвалиться на нефть кроме как а п да потому что они занимают большую долю китай не может продавая из резерва 20 миллионов баррелей этот 2 это двухдневный это однодневный спрос или двухдневный импорт да то есть невозможно обвалить такими объемами рынок нефти поэтому дело здесь не в давлении а именно в во внутренней необходимости запасы у ср правы у ср снизились ниже 2018 года мы пришли на уровень пятнадцатого года очень интересно да очень на самом деле очень круто это все выглядит да действительно пкс не дни не просто снизился запаса обвалил их эти запасы мы ниже реально 2000 2018 года и котировки опять таки на этих уровнях уже теперь то есть на рынке нефти продолжается дефицитный рынок то есть рынок рынок спроса вот в америке запасы тоже остаются крайне низкие мы движемся вдоль нижней границы копии пятилетнего канала гораздо ниже средней мы входим в низкий сезон поэтому запасики потихонечку накапливаются то есть это нормально дать до конца года это нормально далее запасы бензина у нас ниже пятилетних уровней то есть крайне низкие мы видим что но мы прям очень низко да то есть реально дефицит не дефицит но запасы бензина низкие при этом мы входим в низкий сезон на низких запасах ну и в общем то мы наблюдаем что до ноября еще один виток снижения запасов, потом сезонный рост примерно до марта месяца. То есть, в общем-то, мы входим в низкий автомобильный сезон. То же самое и по дистиллятам. Тоже мы идем вдоль нижней границы, пятилетней границы канала. Что говорит о том, что запасы крайне низкие, дистиллянтов тоже. То есть, в общем-то, рынок нефти в Штатах и в странах ОСР действительно дефицитен. Мы это видим по запасам. ОПЕК добился своего, с чем их и поздравим. Далее, главный бенефициар этого праздника, праздника бычьего рынка нефти, это Саудовская Аравия. Конечно же, ребята с 2015 года просто обнулили свои запасы. Ну, мы понимаем, что Саудовская Аравия движется в сторону зеленой энергетики. Они об этом кричат громче всех. Типа, у нас есть нефть, мы против загрязнения воздуха и выбросов СО2. Поэтому они переходят на зеленую энергетику. В частности, по-моему, 50 миллиардов в проект, которые проект солнечных батарей, да, вот, ну, по-моему, это электростанции в пустыне. Ну, на самом деле, грех не пользоваться, да, вот, тем, что у тебя много солнца и не вырабатывать электроэнергию из солнца, да, собственно. Вот, поэтому это бенефициары основные, ну, видимо, поэтому они распродали запасы для того, чтобы, ну, понимая, что рынок, что мир переходит на зеленую энергетику. И перспективы для углеводородов все мрачнее и мрачнее. Поэтому, наверное, они распродались. Но вы обратите внимание, за всю историю, вот, из статистики о Джоди, мы находимся на экстремально низких уровнях. То есть, на минимумах 20 лет, и это, ну, минимум из-за всю историю исследования запасов у Саудовской Аравии. Вот, красавцы, что сказать, да, за 6 лет полностью обнулили 320 миллионов баррелей и, там, около 100 миллионов баррелей, да, то есть, 220 миллионов баррелей было распродано и вложено в зеленую энергетику. Молодцы. Что происходит в текущем моменте? Запасы нефтепродуктов в мире у нас в Сингапуре, данные не вышли на этой неделе, мы не смотрим. Да, в Японии у нас есть небольшой спад, но мы выше средней. В Фуджайре показатель, ну, на годовых минимумах. В Америке показатель где-то в районе среднего значения. То есть, ну, на самом деле, глядя на эти все показатели, можно с уверенностью сказать, что спрос на нефтепродукты в мире имеется. Да, то есть, несмотря на то, что Япония слабенькая, но у них рецессия и были ковидные ограничения, Америка входит в низкий сезон на низких запасах. То есть, в общем-то, ну, на мой взгляд, все в мире хорошо со спросом, с текущим спросом на нефтепродукты. Особенно, вот если взять Сингапур и Арабские Эмираты. Вот два хабака, которые обслуживают Фуджайры больше на Европу, а Сингапур больше на Азию. Поэтому здесь, по этим направлениям, у нас запасы сильно снижаются. Вот, ну, плюс-минус, все окей. Ситуация в Америке, опять-таки, эту картинку и эту картинку я почу у себя в Телеграме, по четвергам, стабильно. То есть, это плановые опосты. Вот, у нас временная премия, да, то есть, это имеется в виду положение кривой, фьючерсной кривой. Обратите внимание, что углубляется бэквардация, резкое снижение запасов в Кушинге. То есть, такое ощущение, что нас еще ждет вот такая волна, то есть, мы в начале 2018, да, и нас еще ждет снижение а-ля осень 2018, да. То есть, вот, резкое снижение показателя запасов, то есть, идет распродажа в Кушинге. Кушинг – это хаб для фьючерсов на СМЕ. То есть, кто-то распродается по высоким ценам. Ну, я больше чем уверен, что дело здесь не в дефиците, а именно в продаже по высоким ценам. Фьючерсная кривая углубляет, ну, вследствие чего, да, снижение запасов, углубляется фьючерсная кривая, в бэквардации растет фронтальный спред и базис выше нуля. То есть, все метрики говорят о том, что в Штатах продолжается высокий спрос, дефицит и так далее, и все окей. То есть, мы это видим на снижение запасов по нефтепродуктам. Вот, цена фрахта. Балтик Дрю Индекс нанесен свечами, сиреневая – это VTI, CL имеется в виду. Мы видим, что фракт продолжает дорожать. Это, конечно же, поддерживает цены на нефть. Почему? Потому что, ну, это закладывается в отпускные цены, естественно. Вот, ну, на самом деле, рост цены фрахта связан не только с высоким спросом на нефть, а также и с тем, что есть логистические сбои. Что интересно? Момент интересный с крекспредом, то есть, с маржой нефтепереработчиков, с маржой НПЗ, тоже график нанесен спредом свечами. Мы видим, да, что у нас идет дивергенция сейчас. Такое же было на последнем витке роста, да, вот, ну, плюс-минус такое было на последнем витке роста в 2018 году. Вот мы наблюдаем такую же картину, что вот мы вот-вот, ну, показатель, правда, дальше будет снижаться. И, опять-таки, это связано с низким сезоном. То есть, нефтепереработчики сокращают нефтепереработку, то есть, снижается спрос на нефть. При этом у нас цены продолжают расти. Из-за этого у нас сниз снижается маржа, и мы получаем вот такую крупную дивергенцию, которая соответствует циклу 2018 года. Вот, дальше, денежные потоки. Открытый интерес на WTI бренд, соответственно, Чикаго и Лондон. Мы видим, что открытый интерес тоже нарисовал дивергенцию, такая же, как была на последнем витке роста. Да, здесь вот тоже была такая плоскость после снижения открытого интереса на последнем витке роста. Здесь то же самое сейчас происходит, и это тоже дивергенция. То есть, снижается интерес к рынку нефти, и народ не шибко верит в дальнейший его рост. Ну, и мы видим, что спекулянты больше не наращивают длинные позиции. Мы видим, опять-таки, третью дивергенцию, обратите внимание, так же самое плюс-минус, как было в 2018 году. То есть, на мой взгляд, тоже похоже на цикл 2018. Ну, и если посмотреть на позицию институционалов, именно против них, первый рынок, когда мы ставили дно в ноябре прошлого года, я говорил, что мы на дне цикла, и нас ждет сильный рост, и так оно и получилось. Вот, на сегодняшний день показатель низко. Но мы, конечно же, если бы мы были на уровне 20-го, либо 18-го, да, вот на лаях, то это точно бы указывало бы на хай-рынка. Сейчас этого не происходит. То есть, да, показатель низко, да, показатель, на мой взгляд, пропустил вот эту историю с боковиком, да, которая была в 17-м. Вот, это означает, что тренд усиливается, и тренд будет без бокового движения с продолжением. То есть, это будет именно разворотный тренд, на мой взгляд. Друзья, вот это и все. Теперь давайте подытожим. Вот в итоге хотелось бы сказать о рисках, да, о рисках для бычьего тренда. То есть, мы увидели в начале видео, что бычий тренд у нас продолжается. И с точки зрения тех анализа перспективы еще имеются, причем около 12% роста. Мы видели по модели, по моей, что этот рост вполне вписывается в отклонения, которые предшествовали развороту в прошлом. То есть, как минимум 2 месяца надо, чтобы простояли выше прогнозной модели. В общем-то, сейчас мы только в первый месяц, то есть, как минимум до ноября мы можем продержаться на максимумах или продолжить рост после небольшой коррекции. Вот, что может угрожать? Мы видим, что уровни цен на нефть уже политически важны, потому что цены на нефть оказывают давление на мировую экономику. Мы видим повсеместно, что, ну понятно, что растут издержки производства. Конечно же, это надо перекладывать на потребителя. Вы высокая инфляция не позволяет переложить, потому что покупательская способность денег низкая, поэтому и предприятия сокращают доходы, да, то есть, маржу, и поэтому некоторые предприятия не выдерживают и закрываются. То есть, это очень плохо, плюс это мешает проводить монетарную политику Центральным банком. Поэтому со всех сторон, на мой взгляд, эти цены на нефть аж никак не вписываются в мировую картину, да, то есть, то, что мы сейчас имеем. Вот, и поэтому я считаю, что это уже политический вопрос, и мы знаем, что мы видели по 2014 году, как могут действовать политики, да, то есть, у них есть рычаги влияния, они могут их использовать в любой момент, поэтому я не хочу играть длинной оппозиции, хотя, в общем-то, 12% роста достаточно интересно, если он, конечно, будет. Вот, с точки зрения также денежных потоков есть нюансы. Открытый интерес низкий, открытый интерес соответствует циклу 2018 года. Кстати, вот маржа нефтепереработчиков тоже в тех же краях, то есть, в общем-то, что говорит о том, что НПЗ теряют доходы, да, и поэтому им неинтересны высокие цены на нефть. То есть, некоторые из них будут уходить из рынка, у которых особенно высокие сдержки, да, то есть, может быть, в связи с логистикой, да, может быть, в связи с нехваткой рабочей силы и так далее, и так далее. Вот, поэтому, на мой взгляд, да, вот, угроза очень высокая тренда. Мы видим, кстати, из точки зрения монетарной политики ее перспектив, то бишь, о том, что, скорее всего, ожидаемая инфляция будет снижаться, это тоже против роста цен на нефть. Вот, поэтому я считаю, что среднесрочно рынок нефти будет снижаться. И это, на мой взгляд, ну, имеет высокую вероятность, потому что цены действительно задрали, и есть некая перекупленность, которую, вот, я объяснял, да, что, с чем это связано? Это связано с необходимостью инвестбанков, которые занимаются хеджами и спекуляциями. Вот, на сегодняшний день условия для дальнейшего роста по моей модели, то есть, фундаментальные условия для роста, нулевые. То есть, его не должно быть, этого роста, и, как минимум, цена должна сдуться до уровней, до летних уровней, если верить модели, да. Но спекуляция на той, спекуляция, чтобы она шла, чтобы она была и рациональной, да, и шла в разрез с фундаментальными факторами. Тем более, деньги есть, и цикл заканчивается. То есть, его надо дожимать, и те цены будут уже интересны для хеджа. А там появится уже мексиканский хедж, там появится закрытие позиций этими же институционалами, да. А может быть и разворот еще вниз, да. То есть, они же используют инсайт, да. То есть, ихний же инсайт. Вот, поэтому я считаю, что среднесрочно мы будем разворачиваться. Локально есть история, да, вот до 12% роста, у которой есть угроза, конечно же, и поэтому я не хочу ее играть. Собственно, я занимаюсь тактическим набором шортов, да. То есть, я это делаю аккуратно, рассчитывая риски до 95-100 по бренду, если это произойдет, высматривая цену, следя за метриками. То есть, когда формируется очередной вход в шорт, я наращиваю шорт, и если идет перехай, я отслеживаю, жду следующего момента. То есть, у меня добавки не происходят, как вот сильно высоко, да. У меня добавки происходят в момент, когда я вижу, что сейчас мы можем развернуться и технически, и фундаментально. Вот, ну, я имею в виду, фон меняется, да, то есть, он смягчается, либо же становится более медвежий и так далее. Вот, пока что фон остается бычий, я думаю, что котировки нефти еще порастут, в общем-то. Поэтому я пока не тороплюсь с позициями, с добавками, буду ждать момента, он точно придет, тренд огромный, и момент добавок будет однозначно. Друзья, напишите все в комментариях, как вам лучше, да, делать в начале основной вывод, да, либо же подводить под конец выпуска, подводить общий итог с ценами, ну и так далее, и так далее. Всем спасибо за то, что вы со мной, спасибо за то, что вы подписываетесь, лайкаете, комментируете, YouTube нас видит, мы расширяемся. Приглашаю свой канал Telegram, там оперативная информация, а также приглашаю свой спонсорский канал, он именно спонсорский, это больше для спонсоров, для тех, кто, ну, для благодарных пользователей, да. Это, скажем так, там я публикую ранний доступ, в частности, к этому видео доступ в четверг есть, и я туда начинаю выбрасывать потихонечку свои какие-то комментарии по рынку. Там нету сигналов, сразу скажу, там нету точек входа никаких, там просто аналитика, мнение, комментарии и ранний доступ к видео. Поэтому и стоимость всего 5 долларов, поэтому это невысокие, небольшие деньги, да, то есть я думаю, что те, кто действительно ориентируется на мою аналитику, это будет ценно. Всем спасибо за внимание, друзья, до встречи на рынках, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин